Сейчас мы находимся рядом с недостроенным роддомом, который располагается неподалеку от аэропорта Чингисхан. Его начали строить в октябре 2010 года. По договору, роддом должны были сдать в эксплуатацию еще в 2012-м, но здание не достроено до сих пор. Всего в Улан-Батре 110 таких долгостроев. Причины задержек, по мнению специалистов, разные, но решить проблему можно с помощью одного шага. Необходимо изменить закон. Строительство роддома ведет компания «Нислл-Ургу». Первоначальный бюджет здания – 19 миллиардов туриков. Однако, по словам директора компании-подрядчика, этих денег недостаточно. Реско выросли цены на строительные материалы. Когда мы начинали строить, тонна цемента стоила 49 тысяч туриков. В ходе строительства цемент закупали уже по 169 тысяч. Также выросла стоимость арматуры и топлива. На территории, где строится здание роддома, также должно начаться строительство архива и санатория для пожилых людей на 60 мест. Но работы задерживают отсутствие инфраструктуры и все тот же недостаток финансов. Нужно сначала комплексно планировать. Бюджет должен быть рассчитан строго по проекту. Мы зависим от изменения цен на импортные строительные материалы. Бюджет надо рассчитывать с учетом колебаний стоимости. Мониторингом цен должны заниматься специалисты. Вопросы активизации строительных процессов сегодня обсудили на заседании членов Демократической партии Монголии. В сфере образования недостроены 52 здания. В спортивной и культурной сферах 37 зданий. В здравоохранении 10. И эти стройки переходят из года в год. На завершение работ по возведению роддома строители просят еще 19 миллиардов туриков. То есть первоначальный бюджет будет превышен в два раза. Пока система остается несовершенной, такие случаи, скорее всего, будут частыми. Салонгон, Билэк, Аист, Монголия.